Чем балует уссурийская тайга? В Приморье стартовал фестиваль гастрономических развлечений «Тайга-фест». Шефы 20 ресторанов-участников подготовили специальные блюда, сочетающие вкусы и ароматы таежных даров. Сегодня мы находимся в гостях у Миллионки. Концепция этого ресторана сочетает в себе русскую и азиатскую кухню. Сейчас мы найдем шеф-повара, который покажет нам блюда, приготовленные для фестиваля тайги. Шеф-повар Миллионки Александр рассказал, что традиционно для таежных блюд используют дичь, речную рыбу, дикоросы, грибы и ягоды, мед и орехи. Именно эти продукты – основа рецептов фестиваля. Шеф-повар Александр приготовит нам тартар с маринованными лисичками к фестивалю тайги. Сегодня мы с вами приготовим тартар из оленя с маринованными лисичками. Для этого нам понадобятся маринованные лисички, каперсы, пармезан, томаты, соус с айоли, кетчуп и, собственно, сам олень. Приступим. Начнем с оленя. Почему все-таки олень? Ну, во-первых, фестиваль тайги – такое таежное блюдо. Чем же олень замечательен? У него очень низкое содержание жиров, мясо считается диетичным, а также содержит очень большое количество аминокислот. Поэтому он полезен как и мужчинам, так и женщинам. Затем следует нарезка каперса – маленького и без веток. Содержащиеся в нем кислоты обеззараживают мясо. Потом шинкуем вяленый томат, добавляем пармезан, заправляем соусом айоли, домашним майонезом с соком лайма, горчицей и кетчупом. Перемешиваем и ждем 5 минут, чтобы мясо промариновалось. Готовый тартар выкладываем на поджаренный ржаной хлеб. Следом кладем лисички и украшаем зеленью. Приятного аппетита! Сейчас шеф отвел нас на кухню, где приготовит второе блюдо – утиную ножку конфи с конфитюром из кишмыша. Шеф использует ножку уточки конфи, которая готовилась 6 часов. На плите перемешивает масло и мед. Готовой смесью шеф смазывает ножку и затем отправляет ее в духовку на 10 минут. Пока основное блюдо прогревается, повар жарит грибы Энаки во фритюре. Далее Александр украшает тарелку тертым кишмышем и ягодами кизила, которые своей терпкостью подчеркнут сладкий вкус утки. Блюдо готово! Мы позиционируем себя как ресторан, в котором всячески задействованы локальные продукты, локальная кухня. Поэтому фестиваль Тайги для нас – это еще одна возможность нашему шеф-повару проявить себя и угостить, и удивить гостей ресторана всевозможными вкусностями. Завершает тройку кандидатов на лучший таежный вкус холодный десерт. В ингредиенты вошли казинак с фундуком, брусничное суфле и шарик мороженого. Украшают сладости поджаренным безе меренги и свежими ягодами брусники. Ресторан «Миленка» принимает участие в фестивале Тайги. Для Приморья это самый значимый фестиваль, так как используются наши локальные продукты, и мы стараемся полностью открыть вкусы нашего приморского края. Приходите к нам в гости, не пожалеете. Также в рамках мероприятия между улицами Семеновская и Адмирала Фокина организуют ярмарку. Сделано в Приморье, фестиваль Тайги 2020 откроется 19 сентября. До 3 октября гости и жители Владивостока смогут приобрести таежные чаи, дикоросы, мед и другие продукты. Кирилл Самойлов, Станислав Владзебный, Новости на Восьмом.